Брэд Каванна с супругой Эшли посетили шоу The Story с Мартой Маккалом спустя час после того, как он отрицал все обвинения в свой адрес по поводу сексуальных домогательств. Я никогда никого сексуально не домогался. Ни в старшей школе. Никогда. Я ко всем относился с уважением. Послушай те людей, которых я знаю на протяжении лучших лет моей жизни, а также женщин, которые знают меня еще со старшей школы. Они подписали документы из старшей школы, в котором говорится, что я всегда обращался с ними с уважением. Жена Каванна также встала на защиту своего мужа. Я знаю Брэда. Я знаю его вот уже 17 лет. И это все неправда. В это действительно сложно поверить. Он добрый. Он такой хороший. И я знаю, у него доброе сердце. Я знаю. Все, что говорят, это не о нем. Они выглядят так, будто им больно. Обоим больно. Глядя на все это снова, я действительно чувствую, как мне тяжело на них смотреть. Мне кажется, они оба добрые люди. У них в глазах стояли слезы. Еще немного, и они бы расплакались. Думаю, очевидно, что это невероятное эмоциональное потрясение. Думаю, они считали, и мы все считали, что на первом дне слушания, когда демократы пытались свернуть слушание, что не могло быть еще хуже. Куда уже хуже. Верно. Но затем они подумали, что они справятся со всем этим. И начались сеть обвинения. Это сломило бы любого. Мне кажется, что это сплотило их. Я сказала им, просто ничего не говорите. Забудьте об этом. И правда, слишком больно вспоминать об этом всем, но... У них нет выбора. За такую работу платят даже меньше, чем обычным адвокатам. Вы спросили у них об их дочерях, и вот что ответила миссис Кавана. Очень сложно говорить на такие темы с собственными детьми. Но нам пришлось поговорить с ними. Нам пришлось объяснить им все это в общих чертах. Но они знают Бретта, и они знают правду. Мы сказали им в самом начале судебного процесса, что порой будет совсем не весело. Люди чувствуют силу, и вы должны это знать. Но просто помните, вы знаете своего отца лучше других. Я уверен, что девочки были не готовы к такому. Да, но разве можно быть готовой к такому? Представь, девушек их возраста, а им где-то 10-12 лет. Я уверена, что они обе были просто в шоке. Я спросила у него про все эти обвинения, и мы поговорили с ним на эту тему. И я должна признаться, что я даже представить не могу, каково это, пытаться решить эту проблему. Но она сказала, что они знают своего отца. Даже в самом начале, когда все это только начиналось, и его вызвали в самый первый день, он сказал, что его дочь пришла к нему и обняла его. Она обняла его в тот вечер. Но обвинение никуда не денется. Ему придется предстать перед судом во вторник. Выхода нет. Ему придется выступать перед аудиторией в суде. И нет сомнений, что детям это будет невероятно тяжело. Особенно после последних событий. Когда Кларенса Томаса осудили за неподобающее поведение в 91-м году, он решил, что он будет бороться. Каким бы трудным ни был этот путь, он не собирался сдаваться. Думаете, Каванна тоже принял подобное решение? Думаю, Каванна не в той форме. Я бы не сравнивала его с Томасом. И когда он наконец дошел до сенатора, это было действительно значительно. Но дело в том, что Каванна рассуждает иначе. Но возможно, что на следующий день все изменится. Я даже несколько раз спросила его, Если ты говоришь, что все это неправда, то как ты думаешь, что за этим всем стоит? Хороший вопрос. Как ты думаешь, откуда это все? Это какая-то политическая вендетта против тебя? Кто-то пытается тебя слить? Мы прекрасно понимали, каким мог бы быть ответ. Но он не хотел вдаваться в это все. Он не хотел даже размышлять об этом. А вот Кларенс Томас четко назвал то, что, по его мнению, могло стоять за всей этой историей. Да. Это самосуд в стиле хай-тек. И он думал, что комитет Сената опустился до такого уровня в своих попытках развлечь кого-нибудь этими обвинениями против него. Что он и сам стал получать удовольствие от этого представления. Им понравилось развлечение, они продолжили игру. Ему она понадобится. Марта Макалом, спасибо, что пришли к нам. Спасибо, Такер. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин